всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сейчас я приехала в библиотеку но я совсем забыла что я вам обещала рассказать про книги которые я брала прошлый раз и как они мне понравились или нет в общем перед тем как сдать я все-таки решила сейчас вам рассказать если достану вообще конечно отзывы о книгах для меня такие шапочки для меня достаточно ну такие не знаю ведь это жена любителя книги до кому-то нравится одно читать кому-то нравится другой я например не люблю фантастику читать я не люблю ее даже смотреть но в фильмах я все равно ее смотрю потому что мы ходим вместе в кино с мужем и мужа нравится фантастика ну я принципе не против ее посмотреть но в книгах нет и кстати недавно смотрела фильм он достаточно старый уже по моему 2016 года если я не ошибаюсь и называется он на молодость по страховке очень мне понравился этот фильм про двух женщин таких уже возрасте которые получили чисто случайно там много денег и как они себя вели в общем но такой очень позитивные с юмором с приключениями очень очень понравился если вы любите такие фильмы обязательно посмотрите он есть кстати в доступе это сегодня надо скачивать то есть платить за него не надо он помню даже в яндексе если набрать молодость по страховке то можно найти ну и книжка первое это клара калибри клара калибри все не как у людей вот такая книжечка это такой роман с нотками детектива но на самом деле такая простая вот написано женский криминальный роман такая простая книжка конечно не марина немножечко так по интересней но по крайней мере для меня такая легкая не знаю я брала с собой в отпуск и в отпуске прочитала буквально за два-три дня и мне очень понравилось так но интересно советую почитать любят такие легенькие книжечки ненавязчивые где нету не знаю там каких-то в общем рекомендущая книжка это вот это если я останусь гейл форман или форман надеюсь правильно ставлю ударение на основе этой книги вышла вышел фильм но фильм я не хочу смотреть честно потому что книжка для меня но вот ничего позитивные девочки я выбрать просто просто не могла это вот я и вообще я немножко устала от подобных то есть вот шантарам я до этого читала здесь про девушку которая попала в аварию и она лежала в коме и душа и и думала остаться или нет и вот эти все события как с ней разговаривали родственники о чем вообще между собой разговаривали родственники она вспоминала всю свою жизнь небольшую и размышляла остаться или нет это на самом деле но такая интересно но книжка которая вызывает эмоции такие но вы понимаете да какие тут могут быть эмоции когда такие события в книге описываются поэтому вообще интересно очень рекомендую но я не хочу смотреть потому что ну что-то я как-то как-то хочу какой-то позитив и легкости не знаю вот вот может быть потом как-нибудь я посмотрю этот фильм но пока не очень хочется но не потому что книжка не понравилась на просто потому что она такая она тяжеловатая наверное в плане того что вот эти вот такие сопереживания до всю книгу я хотела вот просто одна мысль останься 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 хотелось сказать это души этой девушки и вторая третья книга это беглянка элис монро которая получила нобелевскую премию 2013 году вообще эта книжка сама книга это не только рассказ беглянка это много тут достаточно рассказов я не люблю рассказа вот скажу вам честно почему потому что я хочу взять книжку прочитать ее от начала до конца и в общем сам рассказ беглянка мне понравился остальные рассказы уже но лично для меня менее интересны чем вот эта беглянка но мне мало там вот этой беглянки буквально с 11 по 55 страницу то есть я когда перевернула и увидела что вот закончилась уже рассказ закончился я была прям разочарована потому что очень хотелось узнать вообще вот дальше какие-то развития событий как-то больше прочитать хотелось ну в общем да поэтому поэтому я просто не люблю рассказы хочу взять книжку прочитать ее от корки до корки и чтобы был какой-то не знаю какое-то развитие событий какие-то эмоции и так далее и тому подобное в общем у меня поняли я надеюсь я на самом деле не за рассказывать про саму книгу я вот не люблю например когда мне рассказывают про фильм еще до того как я посмотрела в особенности если я хочу его посмотреть или прочитать книгу например такую вот а так в принципе цель моей поездки сегодняшний как раз заключается в том что взять детские книжки потому что детки болели я им читала и мы прочитали уже все кстати самая любимая книга моих детей это карлсон причем у меня карлсон я покупала эту книгу она мне такая толстая там все собраны вот как эти рассказы да про карлсона то есть все все а вот от начала до конца все что было написано про карлсона и у меня дети безумно любят эту книгу мы ее же читали я не знаю она у нас уже просто читанная перечитанная и сейчас хочу взять тоже что-нибудь им интересненько и такое почитать вот читаю я кстати каждый день вечером им перед сном ну как минимум по одной главе если главы большие то одну я читаю а если главы маленькие то несколько так что в принципе я читаю каждый день просто свои книжки на то уже бывает нет сил читать поэтому я читаю вот медленно три книги да вот так долго я прочитала но я считаю что лучше по страничке в день чем вообще ничего это лично мое мнение но так как я читаю еще детские то вот это по страничке в день у меня как раз таки получается но детские книжки кстати с удовольствием тоже читаю в особенности мне нравится книга ветер вывах она не особо нравится моим детям ну потому что мне кажется еще не доросли наверное до нее но я читаю просто с огромнейшим удовольствием и чуть попозже я им наверное ее еще раз перечитаю так что сейчас пойду в библиотеку и уже тем более у нас такая библиотека кто видел мой прошлый волк из библиотеки все были конечно в шоке очень многие из вас что у нас такая просто классная библиотека да она после ремонта и вот стараются поддерживать в ней порядок и все остальное и книжки хорошие можно найти даже те которые вот буквально недавно были опубликованы тоже можно здесь найти это классно и вообще кстати грех не ходить такую библиотеку когда она такая классная в общем пойду и потом покажу вам что я взяла из книжечек но себе хочу что-то такое легенькое вообще не навязчиво и кстати мне еще писали по поводу классики да я тоже люблю классику читать но это вот такое по настроению сейчас не хочется мне ничего такого серьезного но все равно покажу потому что я взяла потому что мне хочется не хочется я могу взять что-то вот что мне приглянется в общем пошла библиотеку я уже приехала домой у нас уже темновато на улице в общем решил показать дома что я взяла это я взяла для деток это я взяла для себя давайте начну с детских книжек вот взяла вот такие четыре книжки значит вот эти три мне посоветовала девушка который там работает библиотекарь она сказала что детям очень очень нравятся вот эти книги значит здесь катя матюшкина она говорит очень хорошие писатели очень книги этого писателя очень нравится детям вот прямо такая сборник всех рассказов здесь правда картинки черно-белые вот у нее было еще отдельно маленькие книжечки вот эти все приключения кота да винчи тенки не особо нужно так как я читаю я сижу на диване а детки лежат своих кроватях поэтому но они сейчас полистали прям в восторге наверное с нее и начнем мы вот и у меня все тематика животных потому что мы сейчас читали книги про кота детектива две книжки надо будет потом докупить остальные части и детям очень очень понравилось и они мне попросили так я сейчас уезжала они попросили меня что-нибудь опять связанное с котами им взять вот и две вот такие книжки пираты кошачьего моря единственное что здесь в серии четыре книги и вот этих двух у них нету библиотеке у них только первая и последняя но она сказала что если очень сильно понравится можно даже заказать и привезут вот эти две книжки правда ждать надо как не сказали долго но все равно даже такая услуга в библиотеке мне кажется просто потрясающе в общем тоже потом почитаем и вот такую книжку дарьи данцовой волшебный эликсир я взяла мне стало просто честно интересно потому что она же пишет детективы для взрослых я вот впервые увидела я кстати даже не знала что она пишет еще детские книжки но в общем тоже почитаем в общем тоже почитаем видите какие-то картинки какие яркие красочные картинки у меня же по моему вот эти собачки есть в общем обязательно почитаем такая да он ведь мне эти мопс да они называются вот в общем тут тоже какой-то серии детективов каких-то в общем нравится меня детям такие рассказы вообще я как например считаю что детям вот если что-то нравится да вот я имею ввиду какая-то тематика там детективы приключения там или фантастика фэнтези ужасы то и нужно это читать я не считаю что нужно заставлять читать какие-то другие книги вот например если этом считаю что нужно читать классику я должна как-то заставлять своих детей нет я так не считаю я считаю что чтение должно быть в удовольствие и это приучает ребенка к тому чтобы он читал книги в дальнейшем но это мое личное мнение можете быть со мной не согласны но я искренне так считаю потому что сама я терпеть не могла читать какие-то книги которые мне не нравятся поэтому а с удовольствием читала те которые мне нравятся сейчас уже как бы более так по-взрослому подхожу но вот когда мне было там 14 15 лет я с удовольствием читала тоже любила рассказы про животных тоже очень любила и прям проглатывала книжки то есть я могла вот такую толстую книгу прочитать там я не знаю за несколько дней просто вот как мама называет это проглатывала книжки поэтому я беру детям только то что им нравится на данный период и считаю что в этом нет ничего плохого а всякие сказки и так далее может читали кстати недавно тоже перечитывали так что и классику тоже я детям даю например я считаю что малыши карлсон это классика мое личное мнение не знаю я могу быть не права и вот кстати хочу показать вам книжку малыши карлсон которая есть у меня я когда ее увидела я покупала ее в буквоеде она стоила больше 1000 рублей но когда я увидела вот эти вот картинки в особенности которые как из мультика я решила что ну я не могу не купить своим детям такую книжку вот покупала я ее когда мне кажется была беременная вторым что ли ребенком ну в общем давно уже кажется лет пять наверное назад ну примерно так наверное она уже ведь немножечко у нас такая порванная уже вся но я мне кажется я уже знаю наизусть настолько часто мы ее читали вот посмотрите видите какие картинки вот прямо как из мультика вот вот этот совет но старый мультик до который был вот прямо из него хотя у меня дети кстати не любят смотреть именно сам мультик потому что в мультике ну там же все сокращенно да то есть не все события какие-то описываются а вот книгу просто обожаю вот смотрите какая иллюстрации просто вот она на самом деле это книжка которую очень приятно держать в руках ведь она какая она просто потрясающая я помню одно время как-то всю зиму вот я ее закончу старший просил прочитать ее заново я ее закончу заново то есть читали всю зиму только эту книгу и она ему очень очень нравится даже до сих пор вот мы до сих пор опять читали недавно тут и ну просто действительно книжка вот которая не знаю просто потрясающая книга так что не знаю кого есть детки я рекомендую но вы знаете мне вот она тут у меня уже ведь начала такая мне нравится вот такие книги то есть если чтобы они были знаете не переписаны потому что у меня тут кстати подруга как-то купила снежную королеву что ли книжку до снежную королеву не у дочки и она говорит она вот реально не такая как я читал ее в детстве поэтому я обязательно очень-то просматриваю книжку когда я вот эту полистала я прям вот прям вот карлсон классическая версия так что очень рекомендую кстати сейчас скажу какого-то издания у меня издательство вот издательство астриль астриль так правильно да город москва то есть здесь как раз таки находится именно вот книга 1 книга 2 и книга 3 то есть в одной книжке все просто собрано представить мою такую книжку просто перечитывали много-много раз но я очень рекомендую если вы увидите именно такую если у вас есть детки то обязательно приобретите она классная просто для себя я взяла вот такие вот книжки но не знаю тоже такие вот эти две непозитивная обложка значит давайте начнем это роман франция приключения на миллион вот такая книга увлекательная детективный роман с писанием любимого прованса и лазурного берега но в общем не знаю потом расскажу интересно или нет как мне понравилось или нет я думаю что понравится вот питер мэйл вот такую взяла дальше взяла вот такую книжку рожденная в гареме вообще я люблю вот эту тематику востока не знаю нравится мне очень и здесь вот воспоминания автора годах проведенных марокканском гареме второй половине двадцатого века ну в общем почитаю тоже потом расскажу интересно или нет и 2 3 книжка такой даже какой-то увлекательный смешной роман ну в общем тоже почитаю потом расскажу надеюсь что будут интересные но как-то вот последнее время я беру книжки в принципе я вообще беру книгу обычно ее дочитываю и мне нет такого чтобы я на полпути бросила даже если мне не очень интересно я как-то вот все равно дочитываю не знаю есть мне такой какой-то пункт вот в общем почитаю но я знаете не хотела брать ничего такого вот серьезного там чтобы думать просто для меня вот эти книги найти вечером почитать перед сном чтобы чтобы заснуть вот и на самом деле о книге которые заставляют как-то задуматься я их могу читать только днем потому что после таких книг мне обычно не заснуть так что вот такой вот у меня был улов в библиотеке надеюсь нам все это понравится вот и надеюсь что вам понравилось такое видео она была для вас полезным и интересным и внизу я оставлю ссылку если кто не видел видео про библиотеку я там снимала саму библиотеку внутри обязательно посмотрите она у нас действительно очень классная очень много интересных книжек туда все ходят с удовольствием и постоянно обновляется ассортимент это очень очень здорово очень классно так что он надеюсь вам понравилось всех люблю целую и до новых встреч